В Балхаше заработал современный хлебокомбинат. Он закроет потребность в хлебобулочных изделиях всего города. Европейское оборудование, новейшие технологии, французский рецепт. Вместе с балхажцами выпечку попробовала и Марина Золотарева. Вся мука, поступающая на комбинат, сначала проходит через гигантский мукосев. Потом она попадает на этот современный склад. Бестарное хранение экономично и гигиенично. Здесь мука проходит отлежку. Процессом приготовления хлеба управляет машина. Программу задает человек, а все ингредиенты подаются автоматически. Закваска для хлеба приготовлена по старинным французским рецептам. Там вода, мука, ржаная мука, специальные ферментные добавки. Вообще, надо сказать, что такого рода рецепты базируются на том, что использовали наши бабушки. Людской труд максимально облегчен. Основную работу выполняет современное европейское оборудование. На комбинате установлено семь специальных печей. Печи здесь не простые, а энергосберегающие. Благодаря новым технологиям время выпекания сокращается в три раза. Умная система позволяет вовремя поддать пару, чтобы хлебушек не осел, а также выбрать один из ста предложенных рецептов выпекания. 30-40 минут и хлеб можно подавать на стол. Комбинат открылся в рамках программы развития моногородов. На новом заводе получили работу 100 человек. Предприятие выпускает 17 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Здесь заботятся о вкусовых качествах и пищевой ценности продукции. Производство своего хлеба мы используем только фильтрованную воду, которая проходит несколько степеней очистки. На нашем предприятии действует и контролирует весь процесс своя лаборатория. На территории хлебокомбината открылся социальный магазин. Сюда с пылу жару поступает свежая выпечка, а цены ниже рыночных. Хочется сказать, что молодцы наши бизнесмены. Они изучили потребности населения и сделали этот очень своевременный шаг. Мне, как потребителю, очень понравился широкий ассортимент хлебозавода, в котором представлена диетическая, полезная для здоровья продукция. Ассортимент хлебокомбината сейчас насчитывает 30 наименований. В дальнейшем он расширится до 40 и более. Современный завод удовлетворит потребность хлебобулочных изделий всех балхашцев. Марина Золотарева, С.Л. Игликов, Асята Саинов, Карганинская область.